девочки привет как и обещала показываю вам как я делаю магнолии вот у меня одна большая магнолия средняя магнолия и бутончик что нам для этого надо сначала мы должны сделать вот такие вот серединочки я уже сделала я просто расскажу как это делать это все очень элементарно значит проволока я обмотала ее тейп-лентой затем из фольги я делаю капельку беру кусочек делать сначала кружочек потом начинаю придавливать и вот такая у нас получается капелька беру эту капельку беру проволоку промазываю клеем я пользуюсь горячим клеем пистолетом вставляю туда все она уже тут приклеилась затем нужно взять клей пва мы хорошо должны покрыть клеем пва нашу капельку и здесь важный момент дальше мы вот умеет такая штучка я расскажу что это такое того что здесь у нас клей мы начинаем весь вот так вот крутить и приклеивается вот эти вот штучка сейчас расскажу значит что это такое это обычная манка и насыпаю в цвет потом добавляю пола смотрите вот я пользуюсь такими колорами капельку добавляю вот такого цвета и капельку черного просто хоть хочется чтобы серединка такая была темная но вы можете взять зеленая желтая просто черная просто вот таким цветом или например фиолетовый как хотите мы капнули вот так вот взяли и начинаем растирать трем 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 чтобы краска хорошо по всей манке разошлась и нужно положить на батарею чтобы она просохла потому что все таки колор влажный и манка поэтому будет пока влажная все клеим в манку и у нас получается вот такие вот штучки вокруг и будем потом прикладывать лепесточки лепесточки магнолии мы будем делать из фоамирана у меня самый обычный фоамиран наверное толщина его 1 миллиметр был у меня в наличии розовый я часто пользуюсь белым просто я всегда тонирую неважно каким он цветом я всегда обязательно затонирую самостоятельно потому что цвета у фоамирана сильно такие яркие для меня это не как искусственный поэтому я лучше покрашу самостоятельно эти лепесточки у меня будут два размера вот такие для большой магнолии вот поменьше для вот этой магнолии и для бутончика самые обычные лепесточки вот они я пользуюсь вот такими вот выкройками я делала их сама сейчас я покажу какие то делаю это все легко и просто беру обычную бумагу отрезаю мне нужный прямоугольник какой вы хотите размер своей магнолии пополам свернули просто вот здесь делаю большое сначала округление вот так сюда и вот так поменьше вот у нас получается вот такой лепесточек хотите больше сделайте больше меньше сделайте меньше потом я конечно он бумажечка тонкая да я на картонку обвожу вырезали получается у меня уже такие трафаретики что я дальше делаю я беру фоамиран прикладываю свой трафарет беру зубочистку или шпажку я не 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 делаю это ручка потому что будет следы я просто обвожу вот я не буду это все элементарно чтобы не занимать ваше время я обвела на одну магнолию я использую 7 лепесточка можно 8 хотите 9 она вообще будет пышно я обвела вырезала и вот получились у меня вот такие вот заготовочки теперь я покажу как мы будем их красить для покраски я использую вот такой колор я выбрала для нашего мастер-класса вот такой цвет называться он брызковый вы можете взять фиолетовый красные желтые какой хотите вот я взяла крышечку налила его уже сюда пользуюсь а вот таким спонжиком это обычная мочалка для посуды беру бумажечку обязательно подстелите потому что будет все грязное и пальцы у вас будут грязные можете одевать перчатки я не пользуюсь перчатками мне так удобнее я потом просто помою руки вот так вот пальчиком придерживая я немножечко в макаю я могу вывести стороночки чтоб немного было и вот такими смотрите движениями делаю я не просто выкрашу я как бы делаю тонировку ему чтобы вот какие-то интересные оставались разводы где закрасилась и не закрасилась мы делаем вот здесь и можно не красить потому что мы эту часть будем приклеивать переворачиваем обязательно с двух сторон что было покрашено и вот так можете весь чем лепесточек закрасить ну просто интересно с такими просветами получается все краска очень даже это не краска это колор она быстро сохнет на фамиране она прекрасно держится еще давайте один я вам покажу один сильнее прокрасить и другой не сильно это будет интересно смотреться в самом цветочке и с другой стороны вот так то же самое мы сделаем для маленьких лепесточков просто мы красочку растягиваем серединке будет темнее а уже к верху лепесточка чтобы она не сильно была темная берете растягиваете просто пробуйте экспериментируйте можете совсем чуть-чуть наносить как вам больше будет нравится я затонировала лепесточки на большую магнолю маленькую и на бутончик я не показала как я делаю такие лепесточки на бутончик значит я вырезаю пять вот таких прямоугольничков размеры вы выбираете самостоятельно какие вам нужны складываю пополам все просто скругляете и вниз вот получается вот такие вот обычные лепесточки их затонировала так же как предыдущие но только с одной стороны потому что у нас бы бутончик закрыт хотите можете тонировать и с другой стороны и теперь мы приступаем к формированию самого лепесточка для формирования лепесточка я использую вот такой утюг это советский утюг но мне больше всего нравится ничего не пристает ну я выбрала именно его берем лепесточек прикладываем на несколько секунд к утюгу он нагревается потом берем раз такими движения руки два а все аккуратненько потому что может фоамиран порваться бывает и у меня рвется ничего страшного просто пробуйте и вы уже потом привыкните руки сами буду знать с какой силой нажимать опять мы приложили он такой надувается здесь в бок растягиваем и вверх и назад и вот получается вот такие лепесточки сделаем такой со всеми лепесточками можете еще вот так сделать поиграйте с лепесточком и вот так например будем делать все то же самое с остальными с маленьким то же самое смотрите нагреваем начинаем растягиваем по бокам вверх и вниз и сделаем так конечно здесь надо чтобы не было ногтей потому что могут следы оставаться на фоамиране или его можно быстрее порвать натягиваем еще один покажу и для бутончиков мы будем делать то же самое только мы будем теперь нагревать не не покрашенную сторону прикладывать к утюгу не покрашенную сторону горели раз потянули и вот так чтобы он как бы закрывался больше делайте во внутрь его выгибать и все сейчас мы обработаем таким образом все лепесточки и будем уже формировать сам цветок начинаем формировать наш цветочек берем заготовку я еще забыла вам сказать что вот обычная проволочка ее просто тейп-лентой обмотала обмотала вот таким лиловым цветом ну вы же можете выбрать себе любой цвет сейчас мы сделаем маленькую макнули мы берем лепесточек я его держу вот так наносим сюда клея и вот так под наклоном я прикладываю и защипываю чтобы он не прям вот так вот был да а в сторону подержали мы трем первый ряд первом году у нас будет три лепесточка берем 2 и вот так как ляжет лепесточек магнолия очень странные лепестки там нет никакой симметрии он ложится как хочет берем третий лепесточек клей и опять прикладываем вот у нас что получается теперь начинаем клеить второй ряд все делаем мы тоже самое и между двух предыдущих мы прикладываем тоже вот так защипаем как бы смотрите видите как я держу вот первые сделали берем следующий лепесточек находим два предыдущих приклеиваем так берем третий лепесточек находим два предыдущих где же он вот у нас здесь мы уже приклеили 6 лепесточков и я всегда седьмой смотрю куда он ляжет чтобы красиво было и вот сюда или сюда как сами посмотрите где будет красиво но вы можете 8 сделать и 9 она будет у вас пышнее вот я сюда вот у нас получается вот такая вот магнолия теперь мы сделаем магнолию большую принцип тот же самый и берем лепесточек таким образом наносим клей смотрите как я видите как у нас получается вот чтобы в стороночку смотрел лепесточек сделали берем следующий лепесточек наносим клей приклеиваем приклеиваем разделим как бы это пространство на три части чтобы нам приклеить три лепесточка вот третий лепесток открываем открываем его так теперь второй ряд между двумя предыдущими лепесточками хорошенечко вот там придавливаете еще один лепесточек вот что у нас уже получается и последнее тоже приложите посмотрите куда он лучше ляжет вот вот сюда вот его можно фоамиран двоечку брать возможно даже будет лучше для больших цветов для маленьких нет а для больших да вот смотрите что у нас получается так и теперь у нас остался бутончик я просто беру провоку у меня здесь нет вот этой вот штучки беру лепесточек промазываю клеем и так как бы обкрутить чтобы немножечко загнулся вот так берем следующий здесь никакого порядка нет прикладывайте смотрите как будет смотреться вот наш бутончик закрытый закрылась все и остальные пять иногда я шесть я смотрю на сам бутон и уже понимаю сколько мне нужно лепесточек от сюда можно делать сильно закрытые можно полу раскрытые таким способом но если полу раскрытые то надо все таки и другую наружную часть лепестка тоже то есть внутреннюю красить вот смотрите какой у нас бутончик получается и теперь единственное смотрите у нас же здесь конечно внизу да вот здесь не очень красиво вот здесь мы будем все обматывать тейп-лентой просто вот приложите сюда и обмотайте по кругу аккуратненько вот так вот таким образом мы закрываем то что не очень красиво если остаются вот он какие-то белые не прокрашенные места мы можем прокрасить краской да колором вот этим все то же самое мы сейчас закроем некрасивая вот здесь вот и мы можем собрать из нее маленькую веточку вот получились вот такие вот цветочки один большой маленький и бутончик теперь мы можем сделать веточку из нее берете просто эту ленту сначала мы берем бутон на конце всегда бутончик маленький цветочек прикладываем поменьше цветочек так сразу закрепим их вместе немножечко вот так еще нам надо и цветочек побольше теперь мы расправим бутончик мы можем нагнуть в сторону куда нам нравится этот цветочек конечно можно и пять цветочка сделать допустим два бутона два поменьше два побольше цветочка или много бутона пару цветочек вот у нас вот такая получилась цветочка надеюсь я была вам полезной цветочка